Бомбят опять. Я знаю, что это война. Не бойся, она ведь веком. А я не боюсь. Как и его герой, 12-летний Миша Юдин уже давно ничего не боится. Он из Краматорска. В мюзикле «Лабиринты детства» играет по сути самого себя. Каждый день бомбили, но когда я был у себя в городе, было очень страшно. Вы ходили в бомбежище? Ну, мы у бабушки залазили в погреб. Герой Миша Юдина сражается с гигантским спрутом, у которого вместо щупалец люди в масках. И побеждает. А вот в реальной жизни к этому чудовищу, в войне, Миша скоро придется вернуться. Мальчик мог бы и остаться в Москве, но не хочет разлучаться с родителями. Они по-прежнему в Краматорске. Украинские военные их не выпускают. В Россию он приехал один, лишь на время проекта «Ньюклея Кидз», который шестой год подряд объединяет талантливых детей, работников атомной промышленности в возрасте от 11 до 17 лет. 78 ребят, 8 стран от Венгрии до Вьетнама и всего месяц репетиций. Этому спектаклю уже рукоплескали в Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Бурно и Братиславе. И вот теперь его показывают в Москве. 14-летняя певица Ксюша Утехина в амплуа 14-летней певицы, которая притворяется собственной матерью, чтобы спеть перед широкой публикой. Проект «Ньюклея Кидз» для Ксюши – возможность выбраться из Сарова, закрытого атомного города в Нижегородской области. «Я была очень счастлива, особенно когда главная роль – это, конечно, ответственность, особенно первая новелла». Лабиринты детства – это бесчисленные двери во взрослую жизнь. За каждой таятся недетские вопросы. Справедливо ли устраивать самосуд над одноклассником? Если родители остались без работы, не отдать ли им обратно карманные деньги? И не рано ли жениться, если тебе всего 14 лет? «Они гораздо умнее, наверное, чем были раньше, потому что, к сожалению, приходится сталкиваться с огромным количеством проблем, которых раньше, наверное, и представить не могли дети, что могут пережить такие вещи, как воины какие-то, болезни невероятные и так далее. Поэтому любой спектакль, он обязательно поучительный». Нынешний вышел поучительным не столько для детей, сколько для взрослых, для которых финальная песня звучит как упрек. «Вы нас учите любить, но сами живете, не на части!» Дарья Ганиева и Дмитрий Шлемин. Вести.